Первой остановкой участников выездного совещания, проводимого главой администрации Заречного, стал двор дома номер 14 по улице Конституции. Жительница 28-й квартиры обратилась к Вячеславу Гладкову за помощью в разрешении коммунальных проблем. В их подъезде неисправна кровля. Вот это мокнущее пятно, то есть вот две недели был сильный тут, оно было большое, вот видите, да? Потом все это мокнет, мокнет, стена разрушается, мокнет, вот боковая стена, не только здесь, но и на нижнем этаже. Подъезд, конечно, находится в плохом состоянии. Нужно, первое, конечно, начать с кровли, потому что здесь речь идет о сохранении собственности жильцов. Нужно срочно разобраться, выставьте в себе один из приоритетных вопросов и нужно приводить не только этот подъезд, а если уже заходим, нужно во всем доме наводить порядок, начиная с перил и заканчивая стенами. В этом дворе дом номер 14 не единственный нуждающийся в ремонте кровли. Устранить протечки нужно и в соседнем, 21-м. Жители 11-й квартиры периодически проводят косметический ремонт в комнате, каждый раз надеясь, что сотрудники ЖСКХ все-таки отремонтируют кровлю и очередная отделка помещения будет последней. За помощью Нина Минко обратилась к главе администрации. Вячеслав Гладков дал поручение в течение недели устранить причину протечки, привести в порядок чердак и квартиру пожилой жительницы Заречного. Здесь изнутри вам пабельный потолок, вы не против? Нет, не против. У нас телевизор сгорел. Если телевизор сгорел из-за этого, телевизор вам возвращат. Или отремонтируют, или копят новый. Обсудив коммунальные проблемы с мэром Заречного, жильцы перешли к вопросам благоустройства двора. На внутриквартальной территории недавно появилось место для временной стоянки автомобилей. И все-таки некоторые автовладельцы оставляют на ночь транспортное средство под окнами квартир, что вызывает недовольство жителей первого этажа. Я вот здесь 100% согласен, что здесь нужно какие-то... или бордюр надо ставить, или ограждение. Здесь превратили вот это место в стоянку, двухрядную. Благоустройство двора интересует и жителей дома номер 61 по улице Ленина. Этот адрес – вторая точка работы выездного совещания главы администрации Заречного. По просьбе горожан здесь были установлены малые формы, и разработан проект по освещению внутриквартальной территории. Директор УКСа Сергей Воронянский сообщил, что сейчас заканчиваются монтажные работы, и в ближайшее время уличные фонари будут включены. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».